Использование фулфилмента для продажи на маркетплейсах может как помочь тебе и сделать гораздо больше продаж, так и наоборот сделать так, что ты не получишь ни единого рубля чистой прибыли. В этом видео разберемся во всех нюансах работы с фулфилментом, что тебе необходимо знать перед заказом услуг. Меня зовут Рома Райт, на этом канале я рассказываю про маркетплейсы. Поехали! Как обычно выглядит твое сотрудничество с фулфилментом, если ты уже им пользуешься? Ты забираешь свои товары у поставщика, после чего везешь фулфилмент в этом же городе, например в Москве, что уже либо занимает твое время, либо занимает место в бюджете, потому что нужно оплатить грузчиков, нужно потратить время, нужно дополнительно еще оплатить доставку, которая по Москве стоит как до ближайшего региона и так далее. После чего FF в Москве это все обрабатывает, упаковывает твои товары за тебя, тебе ничего здесь делать не нужно, и отправляет их на нужный тебе склад, на зону Валберес, это абсолютно не важно. Но в этом сотрудничестве есть огромное количество минусов, ведь если мы возьмем среднюю стоимость FF в Москве, то узнаем, что где-то в районе 50 рублей будет самое простое ТЗ, когда тебе нужно будет твои товары забрать, привезти соответственно на фулфилмент, после чего их нужно будет пересчитать, даже если тебе это будет не нужно, это все равно обязательная процедура, после чего тебе нужно это упаковать, наклеить штрих-код, ну и соответственно отправить это все в коробках на нужные склады. Вот так вот просто казалось бы, но из-за того, что и труд упаковщиков, он гораздо дороже в Москве, и аренда склада, и дополнительно еще и различные услуги, которые делаются на ауксорсе, ты платишь огромную сумму, которая иногда просто непозволительна с точки зрения того, что если твой товар будет стоить там в районе 200 рублей, отдать 50 из них за фулфилмент, это не просто, не знаю, невыгодно, это значит, что ты в 99% случаев будешь продавать свой товар в минус, ну и зарабатывать меньше, чем то, что ты отдал за упаковку, тоже история достаточно странная. Но тут нужно вспомнить о том, когда вообще берется потребность в фулфилменте, вот для чего им пользоваться и когда это необходимо. И в отличие от того, что существует одна логичная история, почему там многие идут именно на EFF, не хотят упаковывать свои товары, ведь логично, особенно если ты продаешь товаров много, то тогда фулфилмент решает часть твоих проблем, ведь именно он за тебя делает всю грязную работу. И когда-то вот я, например, ненавидел вообще упаковывать товары, и для меня это было важно, ведь именно он лишает тебя всех физических действий, и ты можешь такой, как IT-программист, сидеть в своем ноутбуке, заниматься рекламой, продажами и всем остальным, но не работать с этим физически, не упаковывать товары, не организовывать офисы и так далее. Помимо этого, существует еще несколько моментов, когда человеку сотрудничество с фулфилментом просто необходимо. В первом случае, если ты живешь далеко от Москвы, ну, например, все товары из Китая едут в Москву, а ты находишься в Новосибирске. Вот для того, чтобы упаковывать их у тебя в Новосибирске, существует множество причин, почему этого не нужно делать ни в коем случае. Во-первых, логистика, за которую ты будешь платить много, потому что Новосибирск находится не близко к Москве, и из-за этого доставка до твоего города, даже если товары не очень большие, будет стоить достаточно круглую сумму денег. А второе и самое важное, пока эти товары доедут до Новосибирска, пока эти товары от Новосибирска доедут назад, пройдет еще 2-4 недели, что также сыграет свою огромную роль в плане того, насколько удобно тебе будет делать твои поставки. По итогу получится ситуация следующая. Ты вроде бы делал все самостоятельно, потратил на это время, ты упаковал все товары, отправил, а по итогу ты это время потерял, несмотря на то, что ты вложил свое. И по итогу, скорее всего, ты заплатишь за вот эти вот покатушки туда-сюда, из города в город, очень большую сумму, которая будет примерно сравнима с тем, что ты платишь, пусть и меньше, но не так сильно с тем, сколько бы ты заплатил фулфилменту за упаковку этого товара. Но даже когда ты находишься в Москве, существует все еще огромное количество причин пользоваться фулфилментом, а не упаковывать самостоятельно. Ведь когда ты начинаешь сейдер, и тебе нужно упаковать 500 штук товара, 1000 штук товара, да, ты можешь делать это самостоятельно, возможно, у себя дома или еще где-то, но когда ты находишься на переходной стадии, когда прибыль твоего магазина в районе миллиона-двух-трех, точнее оборот, то тогда у тебя не такая уж и большая чистая прибыль. Ну, то есть это что-то в районе, окей, с трех миллионов у тебя может быть полмиллиона, может быть чуть-чуть больше. И это все еще маленькие деньги для того, чтобы тебе нанять сотрудников своих в Москве, для того, чтобы тебе сделать ремонт на складе, арендовать склад, для того, чтобы найти того, кто будет это контролировать, и снова не тратить огромное количество своего времени. И тут такая ситуация, когда по итогу, если ты не хочешь упаковывать самостоятельно, а даже если ты не против, то в один момент ты либо развиваешься до того момента, когда тебе нужно открывать свой склад, а это невыгодно, и приходит пользоваться FF, либо же тебе приходит стратить примерно столько же денег в свое время, но при этом не иметь никакого комфорта и удобства. И тут есть одно решение, которое мы придумали уже достаточно давно и даже открыли его. Это фулфилмент, который находится в регионе, который находится рядом с Москвой, и который позволяет упаковывать свои товары вдвое дешевле. Давай коротко, если говорить о том, из-за чего в Москве строится достаточно большая цена на упаковку, из-за которой тебе и невыгодно привозить туда товары, которые стоят в районе, там, 300 рублей, например. И даже если мы посмотрим товары, которые стоят 790, 548, 440, я специально взял реальный товар, который подбирало наше агентство для своих клиентов, то мы увидим следующее, что даже при том, что это юнит экономика раньше была хорошая, и в ней было все окей, то здесь у нас уже есть моменты, когда маржинальность 11%, 12%, и по итогу вложив 170 тысяч рублей в товар, который действительно супер окупается, и там должны быть показатели сильно лучше, мы получим 119 тысяч рублей чистой прибыли. Но при этом, если мы воспользуемся снова фулфилментом одними и теми же услугами, но возьмем его с региона, то получим все то же самое, но на 30 тысяч больше. И это была та история, которую мы придумали еще летом того года. И, собственно, летом того года мы открыли фулфилмент в Смоленске. Тут существует множество вопросов о том, а как я вам отправлю товар, если я нахожусь в Москве, насколько это будет дольше, и насколько это будет дешевле. И вот здесь нужно понимать самое главное, в чем преимущество регионального фулфилмента, не обязательно нашего, но может быть еще какого-то, который находится рядом с Москвой. У него нету таких трат на аренду и сотрудников, у него нету нужды делать какие-то комфортные офисы и все остальное. И при этом даже упаковка и так далее будет стоить дешевле, чем она стоит в Москве. По итогу у нас получилось еще на старте сделать так, что средняя стоимость упаковки, и логистики до нас и от нас, в том числе от товара, составила 23 рубля. В редких случаях, конечно, когда товаров мало, это будет сильно дороже, когда товаров больше, может быть дешевле и так далее, или когда товары в наборах, может быть, дороже. Но если мы будем говорить про средние цифры, то они практически всегда 23 рубля на одну единицу, что позволяет даже те же самые товары, которые ты мог бы продавать по FBS, вот здесь мы можем это сравнить, а продавать не менее выгодно, потому что из-за того, что в FBS гораздо дороже будет логистика, здесь посчитаны 76 рублей на логистику и 10 рублей на сортировочный центр. Хотя на самом деле иногда и больше, потому что ты можешь в ПВЗ носить свои товары. По итогу получается так, что фулфилмент, который может быть в регионе типа нашего, будет стоить для тебя столько же, сколько бы стоило пользоваться FBS. Прямо вот буквально на 20 рублей разница на то, чтобы пользоваться фулфилментом и не заниматься товарем самостоятельно. А дать это другим людям, случится FBS, тебе все еще нужно быть самостоятельным товаром в Азии, тратить деньги на машину, на ее обслуживание, еще какие-то вещи, которые будут не очень приятны. Ну а если говорить о том, как строится общая работа, когда твой товар должен оказаться в другом городе и его упаковывают именно там, а потом возвращают назад в Москву, тут можно рассказать о том, как выглядит общий план. И перед тем, как отправить товар к нам на FF, мы будем должны, конечно же, просчитать стоимость услуг, которая может у тебя возникнуть. Поэтому в первую очередь будет идти этап подготовки. Посчитаем все цены, которые у нас будут, вплоть до того, сколько будет стоить логистика из Москвы до нас, потому что это также важный расход, и мы его учитываем в средней стоимости. После чего создадим общий чат. В общем чате будут все сотрудники, для того, чтобы ты мог в любой момент получать оперативные ответы на то, в какой стадии находится упаковка твоего товара, и после чего забронируем место на сплате, для того, чтобы ты точно был уверен, что в сроке, которые мы обсудили, товар упакуется, даже если он придет спустя месяц. Главное, нас будет об этом предупредить. Следующий этап это отправление товара к нам на FF. И тут самое интересное, тебе вообще не нужно ничего делать. Просто когда ты заказываешь свой товар в Китае, ты оставляешь у байеров контакты нашего фулфилмента, указываешь, какой транспортной службе доставить, и после чего товар, без твоего участия, он приходит сразу к нам в город, и после чего мы уже начинаем его принимать. Здесь также есть несколько важных этапов, ведь в первую очередь мы, конечно же, сделаем приемку, забираем поставку с транспортной компании, покажем, какие были дефекты, возможно, с коробками, расскажем сразу о том, каких товаров, возможно, не хватает, где у нас пересчет, где недосчет, и какие нюансы мы выявили при первом осмотре твоего груза. После чего, при необходимости, если у тебя будет электроника, да и не только, мы проверим эти товары на брак. Причем проверка на брак может быть абсолютно в разном ТЗ, и тут нужно будет от тебя, только чтобы ты сказал, как именно нужно проверить тот или иной товар. Опять же, может проверяться вся партия, может проверяться буквально пару единиц выборочно, и это будет зависеть только от того, насколько тебе это необходимо. Опять же, проверку на брак можно вовсе не делать. И также при необходимости мы можем создать для тебя фото, видео, контент, SEO-оптимизацию. У нас помимо фулфилмента есть агентство, в котором мы и товары подбираем, и дополнительно их оформляем, фотографируем, снимаем видео, делаем анимацию, инфографику и много чего еще. Кстати, ссылка на агентство будет также в описании, как и на фулфилмент, поэтому ты можешь переходить. Там есть сайт TelegramBot, на котором будет все подробно расписано. Но это видео обязательно также досматривай. И дальше, когда мы с тобой все обсудили, мы приступаем к этапу упаковки. И даем тебе ориентировочное время, когда мы будем готовы отправить твою поставку на нужные города. Здесь у нас есть этап упаковки. Мы запросим у тебя штрих-коды в нашу базу товаров, которые будет необходимо составить. Это сделается один раз, и после чего мы уже не будем спрашивать у тебя штрих-коды, а просто будем спрашивать количество товаров в каждой из необходимых регионов. После чего соберем товары в набор при необходимости. За это будет также дополнительная плата, но самое главное, что не обязательно делать так, чтобы товары приходили к нам готовыми. Это может быть фонарик, в котором в комплекте идут батарейки, которые отдельно. Это может быть набор из 10 вешалок, которые будет необходимо упаковать. И так далее. Здесь все зависит от того, какое ТЗ у тебя есть и что конкретно тебе необходимо. И после этого согласуем, пришлем фотоотчет и запланируем поставку на Marketplace. Для того, чтобы ты был в курсе каждого этапа, здесь мы сразу уточним, сколько по итогу у нас получилось наборов, какие нюансы были. И точно так же сориентируем тебя по всем необходимым вещам, которые тебе необходимо знать до поставки. А во время планирования самой поставки ее можешь организовать либо ты, либо ты можешь дать доступ нашим сотрудникам, и они сделают все за тебя. После чего выберут необходимое количество складов, регионов и так далее. И после этого приступят к сборке отдельных коробок. Тут надо сразу сказать, у нас часто возникает вопрос, так как вы находитесь в регионе, а не в Москве, наверное, если мы будем говорить про зону, например, то кроссдокинг будет стоить дороже в регионы. Да, действительно, это так. Мы это учитываем. И получается так, что в кроссдокинге у тебя будет разница где-то 1000 рублей. При этом и доставка, допустим, Желдор Экспедиции, транспортной компании до нас стоит, как правило, не самую большую сумму. Ну, например, если это 1000 не самых больших товаров, и по весу, и по объему, то средняя стоимость такой логистики 2-3 тысячи рублей. Это не так много, и если мы пересчитаем и сравним, допустим, с теми компаниями, которые могут тебе это сделать в Москве, то 99% случаев выходит так, что это становится выгоднее. Причем гораздо выгоднее отправлять это все в таком виде, чем платить гораздо больше просто за сами услуги. Этот урок был записан для моего большого курса по Озон. Так как в этом уроке нет ничего сверхординарного, мы открыто выкладываем его на YouTube-канал. Но в моем большом курсе есть более 80 уроков, которые помогают как новичкам, так и опытным селлерам доходить до результата всего за 2,5 месяца. Ведь там я рассказываю все, как найти товары, как правильно их выбирать, и самое главное, каждый из товаров, которые ты подбираешь за время обучения, я лично перепроверяю и даю тебе свою рекомендацию. Рассказываю все про оформление карточек, как экономить на дизайне инфографики, на SEO-оптимизации, а также рассказываю о том, как сделать так, чтобы реклама всегда была в плюс. Помимо этого, есть еще огромное количество уроков, шаблонов, чек-листов, которые мы выдаем и которые будут помогать тебе в работе на протяжении всего времени. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся и начинай свое обучение со мной прямо сейчас. А из бонусов будет доступ в закрытый чат селлеров, нас уже практически тысяча участников, поэтому у тебя будут всегда те, кто ответит на твои вопросы, независимо от того, кончилось у тебя обучение уже или нет. А теперь давай возвращаться назад к нашему видео. После чего в день поставки мы отправим твою поставку, пришлем тебе фотоотчет и сообщим о необходимости доплаты за коробки. Потому что мы изначально не понимаем, сколько коробок мы используем для поставки твоего товара, поэтому это единственное, за что нужно будет доплатить в самом конце. Да, вся обсужденная сумма уплачивается еще до забора твоего товара фулфилментом, но вот в конце нужно будет доплатить только мелкую часть, в районе тысячи рублей, за сами коробки. Причем бывает и иная ситуация, когда, допустим, у тебя было заявлено 300 товаров, пришло только 150, конечно же, тогда мы, наоборот, возвращаем день назад тебе с того депозита, который ты отправлял. Такая ситуация довольно нередкая или, например, если у тебя уже изначально была упаковка на товаре и ее не надо делать, то мы также тебе об этом скажем, для того, чтобы не делать лишнюю работу, которая не нужна ни тебе в плане финансов, ни в том числе и нам, для того, чтобы у всех все было честно. Вот так вот это выглядит и получается ситуация, в которой у тебя все так же за тебя упаковывают товары, ты не тратишь на это время. Дополнительно, за тебя даже поставку могут сделать, но и самое главное, логистика во времени так же не увеличивается, потому что логистика до нас и от нас в среднем один день, до Москвы, ну максимум два. И при этом цена где-то в два раза дешевле, при том, что услуги могут быть одними и теми же. Если ты сейчас уже пользуешься фулфилментом абсолютно любым, просто напиши нам в телеграм-бот по ссылке в описании пришли товары, которые ты обычно отправляешь, заполни необходимые характеристики их и после чего мы рассчитаем тебе стоимость. Ты сможешь просто сравнить, насколько дешевле пользоваться нами, а после чего уже принять решение о сотрудничестве, либо не принимать его. И напоминаю, что еще больше ты можешь узнать на нашем сайте и в нашем телеграм-канале. Все ссылки в описании, последнее видео вот здесь. Пока!